Сейчас мы обсудим самый популярный за последнее время вопрос, в том числе от новых потенциальных клиентов, что такое инвестиционное партнерство. Рассказываю. Инвестиционное партнерство – это совместное приобретение того или иного объекта недвижимости в Штатах для последующего извлечения от него прибыли. Это может быть как покупка квартиры для последующей сдачи ее в аренду, так и приобретение дешевого дома под ремонт и последующие его перепродажи. Я остановлюсь именно на флиппинге, так как он сегодня является хитом продаж. Итак, мы выбираем вместе с вами объект. Либо же вы пользуетесь одним из предложенных нами объектов. И заключаем первым делом договор на его покупку. Договор составляется агентством по недвижимости, которое, соответственно, этот объект выложило на продажу. И, соответственно, оно отвечает за чистоту юридической сделки, за то, что собственник является собственником, и никаких проблем по продаже этого дома нет. В этом плюс, скажем так, работы с агентствами. В договоре с собственниками выступаем и мы, и вы. И тем самым, то есть объект является, скажем так, гарантом этой сделки, сам объект недвижимости. Параллельно с этим, после того, как этот договор подписан, мы уже заключаем инвестиционный договор между нами. Joint Venture Agreement, в котором прописываем все эти данные об объекте, которые мы имеем и описываем, что мы с ним будем дальше делать. То есть, например, а именно, то есть какой объем инвестиций предполагается, вложение в этот объект, кто сколько платит. У нас выработалась такая схема, которая, в общем, показала хорошие результаты, когда соинвестор платит за покупку и нотариальное оформление объекта, а мы, в свою очередь, полностью берем на себя ремонт и последующую организацию его продаж. Ну, как и покупки в начале. Как мы понимаем, какой объект выбрать? Естественно, локация – один из ключевых элементов, который влияет на недвижимость, наверное, во всем мире. То есть, есть локации, в которых недвижимость может быть трижды дешевая и совсем ниже рынка, но сам район совершенно не перспективен, и там нет нашей целевой аудитории. А наша целевая аудитория – это такой американский средний класс. И, то есть, если это такой упаднический район, то, честно говоря, сколько бы там дом не стоил, пусть он стоит там 5 или 10 тысяч долларов, в принципе, брать его нет смысла, потому что его продажная цена после ремонта не сильно-то и увеличится. Потому что он, если и нужен, то жильцам этого же района, которые, по сути, не платежеспособны. Поэтому, естественно, это один из ключевых критериев, которые мы рассматриваем при подборе дома. В одном из предыдущих видео, посмотрите, если не видели, я рассказывала, где именно можно проверить информацию о популяции, о населении в том или ином районе. Это USA.com. И, соответственно, но кроме этого, естественно, находясь на месте, мы проверяем, что называется, этот район и сами. Потому что зачастую, ну, есть спорные, да, скажем так, районы. И, в общем, по всем показателям он неплох, но заезжая туда, ты понимаешь, что можно и уезжать. Итак, то есть, безусловно, то есть те дома, которые мы предлагаем, которые берем сами, это дома, расположенные только в благополучных, да, по американским меркам, местах, где, ну, где есть спрос и где есть наша целевая аудитория. Второй критерий – это, естественно, состояние объекта. И тут не совсем показательный, то есть он может быть абсолютно захламлен вещами, вот как, например, вот этот недавно отсмотренный объект, но при этом у него колоссальный потенциал. То есть, если этот хлам весь выбросить, а американцы славятся вот с этим, скажем так, собирательством, то оказывается, что этот дом очень-очень хорош, скажем так, и для ремонта, и для последующей продажи. При этом, безусловно, вы также можете, как вот мне многие кидают объекты, просят проанализировать и посмотреть, то есть вы также можете найти какой-то понравившийся вам объект, и мы также вместе его оценим, посмотрим и решим, стоит ли его брать или нет. При этом, я говорю, у нас есть и свой шортлист, который мы можем предложить, потому что мы их уже забронировали и планируем их делать вне зависимости от того, будет ли у нас свой инвестор или нет. То есть, по сути, мы их уже берем под себя в любом случае. Поэтому на вопрос, почему вы все не делаете сами, отвечаю, мы делаем сами, а еще привлекаем соинвесторов для так называемого масштабирования бизнеса. Ну вот, поэтому вариантов много, но обязательно, да, вот этот вот предварительный анализ, он является, наверное, очень важным фактором успеха. Итак, после того, как все-таки мы уже остановились на объекте и заключаем инвестиционный договор, мы здесь прописываем, соответственно, ответственность каждой сторон и сумму вложений. И здесь, если у покупателя, как я и говорила, эта сумма довольно прозрачна, потому что мы знаем стоимость покупки дома, да, то есть это стоимость покупки и непосредственно нотариальное переоформление. Обычно оно составляет 3%, но, опять же, бывает, что там клозинговая компания чуть больше, может быть, либо там может быть комиссия агента поделена между продавцом и покупателем, хотя традиционно в Америке комиссию агента выплачивает продавец. Ну, при этом мы сами можем предложить агенту комиссию для того, чтобы мотивировать, да, его, наконец, доехать до дома, его показать и нам продать, да, такое тоже бывает, потому что дешевые дома, почему они долго зачастую висят, потому что никто не мотивирован его продавать. Ну, висит и висит, то есть, к сожалению, такое тоже бывает, и поэтому мы вынуждены в том числе еще дополнительно, мы вынуждены дополнительно предлагать там какому-нибудь комиссию агента, чтобы он, что называется, действовал быстрее и оперативнее. Условные сейчас берем, да, цифры, то есть покупка дома 15, переоформление, пусть оно будет там до 1000 долларов, да, еще держим в голове, что это возлагается на соинвесторов. Параллельно здесь же в договоре мы прописываем и сумму вложений с нашей стороны. Здесь, как правило, есть вилка, то есть, поскольку ремонт, да, мы, естественно, предварительно считаем смету, но он будет корректироваться, поэтому мы себе даем такую границу условную. В случае, если средняя стоимость ремонта составляет 15 тысяч, то мы прописываем от 13 до, допустим, 16 тысяч. Это та сумма, которую мы обязаны вложить. Что будет, если мы не уложимся, да, в этот ремонт, хотя на самом деле такого не было, ну, какие-то косяки выявлялись, но они укладывались вот в эту вилку, которую мы задаем в договоре. Это будет наш косяк, да, и мы сами будем его исправлять, потому что у нас были все возможности это оценить, проанализировать, и, в общем, это наша ответственность, мы на месте, и мы можем это делать. Поэтому, в общем, соинвесторы это не касается. Также здесь же прописывается, соответственно, процент прибыли, которую мы получим, и, соответственно, предполагаемая цена продажи. И я сразу скажу, что мы ставим минимальную цену продажи. Для этого мы, опять же, используем аналитику с сайта Zillow, да, мы смотрим все проданные дома за последнее время в этом регионе и берем похожие, да, то есть, нет, они, естественно, могут быть разные, продаваться по разной цене. Но мы смотрим похожие дома по площади, метражу, количество спален дома и смотрим минимальную ставку, за которую был продан дом. Если даже несколько домов продавались по 100 тысяч, но один за 70, то мы, в принципе, опираемся на эту ставку для того, чтобы не было, как сказать, чрезмерных ожиданий, но зато был приятный бонус. Естественно, мы его выставлять будем дороже, да, и стремиться к планке там 100, но в голове будем держать 70, так как знаем, что это та вот тот минимум, за который он легко уйдет и продастся. Сроки. Срок такого договора, соответственно, от 4 до 6 месяцев зависит от метража состояния там площади дома, да, и объема ремонта. В частности, если мы берем там одноэтажный, двух-трехспальный дом, он укладывается там в 3 недели месяц, и если же мы берем там 4-5 спален двухэтажный, то это, считайте, полтора месяца, а дуплекс 2 месяца. Таким образом, то есть средняя продолжительность ремонта от 1 до 2 месяцев. Ну, я говорю про те дома, которые вот непосредственно вы можете посмотреть в других видео. Таким образом, общий цикл, да, от начала до конца составляет примерно 4-6 месяцев. Первый месяц – это оформление, нотариальное оформление того дома, который мы приобретаем. Второй месяц – это ремонт. Говорю сейчас про, скажем так, самый маленький, да, объект. Второй месяц – это ремонт. Третий месяц – это показ этого дома, то есть уже его продажа. И четвертый месяц – это нотариальное оформление уже на нового собственника. Это вот такой минимальный цикл. Что касается теперь доходности, то если мы говорим о том, что мы вложили 15 тысяч в покупку, переоформление, напомню, накинем тысячу сверху, 16 тысяч, ремонт, берем поверхние там планки, еще 16, 32. После этого мы выставляем такой дом от, как правило, от 50, ну, даже 60 тысяч, если говорить именно, от 60 тысяч долларов мы его выставляем на продажу. Что еще будет, пойдет в затраты? В затраты пойдет комиссия агента уже для его продажи, по продажам. Здесь комиссия будет составлять от 3 до 6 процентов. Эту сумму, то есть все суммы, которые идут на, скажем так, на последнем этапе, которые мы не можем просчитать заранее, мы уже делим, опять же, с инвестором пополам. Естественно, есть случаи, когда мы продаем напрямую, да, и потому что помимо того, что мы передаем, скажем так, обязательства по продаже дома агенту, а это, в общем, удобно, я, естественно, размещаю там в том числе на других ресурсах и там европейских, то есть там, где я знаю, есть тоже аудитория, которая приобретает такие дома после ремонта, да, им не интересен этот флиппинг и так далее, но им интересна бюджетная недвижимость непосредственно после ремонта. Там неважно, кто-то тоже с инвестиционными целями это делает для последующей аренды, кто-то для себя, потому что планирует переезжать. В общем, такая практика тоже есть. Таким образом, последние окончательно вот эти вот расходы, считайте, вот эти еще 6%, плюс налоги. Ну, налоги, они там очень символические, поскольку, как вы знаете, стоимость налог рассчитывается как 2% от стоимости недвижимости в год, а изначальная стоимость, допустим, если у нас 5-15 тысяч, то и налог очень символический годовой. Тем не менее, при продаже этого объекта клоудинговая компания, она, соответственно, будет высчитывать ровно вот эти там, сколько месяц-два владения этим домом, и мы вот эту символическую сумму также должны закрыть. То есть дом переходит к новому собственнику без каких-либо обязательств. Сама процедура сделки, как она проходит? В большинстве случаев, да, сейчас сделки с недвижимостью в Америке происходят дистанционно, вне зависимости, есть ли вы здесь или вас нет. То есть, когда агент подготовил договор, для которого понадобится ваше имя и фамилия, ну, естественно, как в загранпаспорте, ваш адрес, а также подтверждение наличия у вас суммы, необходимой на покупку этого дома. Опять же, она может быть в любой валюте, да, но эквивалентна той сумме, за которую продается дом. Это может быть несколько выписок, одна выписка банковская, но это подтверждение также является приложением к договору. В случае, если мы говорим о покупке местных там американскими компаниями, LLC, то там еще потребуются зачастую уставные документы самой этой компании. И, в общем-то, все. После этого агентство составляет этот договор и высылает его нам с вами на подпись, на электронную почту, которую вы подали вместе с вашими данными. Там достаточно будет просто кликнуть в те, скажем так, места, где нужно подписать, но, естественно, предварительно прочитав и изучив этот договор. И после этого договор считается подписанным и имеет абсолютную юридическую силу, равную любому бумажному документу. Точно так же и мы с вами в электронном виде подписываем наш договор об инвестиционном партнерстве. То есть личное присутствие, где бы то там ни было, неважно, и встречи абсолютно необязательны. Также, кстати, происходит и продажа. То есть агент, понятно, что агент смотрит объект и там делает фотосъемку, но далее все документы он пересылает собственникам, то есть договор с агентством он также пересылает собственникам в электронном виде, и мы его также подписываем онлайн. Хотя даже если мы все есть на месте. Поэтому действительно приобретение этих домов возможно абсолютно дистанционно. Кроме агентства, закрытием сделки, то есть по сути нотариальным оформлением, занимается клозинговая компания. Ее можно выбрать самому, либо зачастую мы поручаем и доверяем это агентству, которое продает дом, потому что у них налажена коммуникация с этим же клозинговой компанией, и скорее всего они будут лучше коммуницировать, чем если ты дашь им стороннюю организацию, где они будут через тебя дергать и спрашивать, а почему он мне не ответил, а что там этот, и так далее, скидывать друг на друга какие-то там мелкие вопросы. Поэтому да, то есть в этом смысле клозинговая компания еще один участник этого процесса, то есть окончательный счет на приобретение недвижимости выставляет именно она, и она же получает эти деньги. То есть вы их не платите нам или кому-то еще, и даже агентству, а выплачиваете непосредственно той лицензированной компании, которая сообщает о том, что сделка завершена, все документы готовы и выступает своего рода депозитарием, то есть принимает деньги и потом передает документы. Изначально задаток оплачивается либо агентству, либо также клозинговой компании, либо нам, например, если мы уже сами внесли этот задаток за дом, или там есть какая-то разница в цене, потому что мы, допустим, некоторые дома мы получаем со скидкой, потому что мы первый раз берем в этом регионе, есть какие-то договоренности, как оптовики своего рода, холлселлеры. В этом случае счет выставляем мы, а в других случаях это может быть агентство или же, соответственно, сразу клозинговая компания. Как происходит перевод средств? Тоже наиболее распространенный вопрос. С любого иностранного банка вы можете оплатить счет на покупку недвижимости в США. Ну, может быть, и кроме каких-то там особых случаев. С любого иностранного банка вы можете оплатить счет, просто помимо основных реквизитов банковских там добавляется SWIFT-номер, по которому вы делаете этот платеж. Да, безусловно, из России оплатить дом в Америке вы не можете, но, судя по опыту других клиентов, скажу, что способов оплаты достаточно много, начиная от открытия счета в одной страны СНГ и оплаты с него, что разрешено в России, до криптовалюты. Возможная оплата в рублях, но это такой более сложный путь через частных лиц, и он, как правило, получается дороже. Но, тем не менее, в смысле, он интересен. Я могу, опять же, в индивидуальном порядке рассказать на примере других, скажем так, участников этого процесса. После закрытия сделки уже по продаже готового дома сама клоузинговая компания может переслать деньги на тот, соответственно, счет. То есть отдельно нам, отдельно вам. Либо, если, опять же, есть какие-то там ограничения, или вы оплачивали не со своего счета изначально, то, в общем, это обсуждается. И, в принципе, после вычета всех, скажем так, расходов и подведения итогов, то есть вот эти прибыли в 50% вам переводятся обратно. Ну, либо, как делают, например, у нас уже постоянные клиенты, они инвестируют в следующий объект. Ну, это уже следующий шаг. Я об этом уже расскажу, скажем так, отдельно. Если эти люди захотят поделиться информацией, пока они не очень готовы выступать публично и рассказывать о своих доходах в открытом доступе, как делиться личными данными, я их тоже понимаю. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях, либо пишите мне в индивидуальном порядке. Я буду рада ответить на дополнительные вопросы. Что касается, прямо сейчас у нас есть сделка, которая закрывается с 7 октября. Вот это как раз тот случай, когда у нас, скажем так, в нашем списке объектов, естественно, есть объекты, которые уже проходят оформление нотариальное. То есть вот осталась буквально неделя до того, как он будет закрыт, и он пока свободен. другие объекты, которые вот выложены, уже заняты, уже имеют, скажем так, уже заключены договоры. Вот этот объект вы можете рассмотреть. У него действительно хороший тоже потенциал. И посмотрите его видеообзор. К нему можно подключиться, что называется, в ближайшие дни. Обычная процедура переоформления, напомню, занимает около месяца. Подписывайтесь на наш канал для того, чтобы отслеживать интересные инвестиционные объекты в Америке. А мы будем продолжать делать их обзоры, выкладывать новые объекты. Также покажем, делаем сейчас серию про то, что уже сделано. Думаю, что продолжим также еще и делать обзоры городов, поскольку увидела интерес с вашей стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова